Великобритательный музей, замечательный дом Ильи Семеновича Строухова, который вам вероятно знаком. Это одно из наших более чем 20 изданий в Москве. Я понимаю, что оно не самое доступное в эту погоду, но тем не менее, надеюсь, что наши ряды пополнятся участниками конференции. И сегодня в программе есть мое выступительное слово, оно будет очень кратким, как я вчера и обещал. И я, к сожалению, вчера чуть больше третьих выступлений выслушал, хотелось, конечно, больше, но не получилось. И какую реплику мне хотелось бы произнести в этой аудитории коллег, во многом продолжающую то, что я говорил вчера и то, что, в общем, звучало и в некоторых докладах. Я очень рад представительности конференции, разнообразию тем, очень рад вас всех приветствовать. И вчера было много замечательных выступлений, никак не буду о них отзываться, чтобы никого не обидеть, все были прекрасны. Но скажи, чего мне не хватает, не только на нынешней конференции, но и вообще в состоянии нынешнего, сегодняшнего Тургеневедения и освоения наследия Тургенева средствами музеев и истории литературы. Ну, пускай это не будет выглядеть слишком субъективным, чего мне не хватает, это, в общем, никому не должно быть интересно. Но мне кажется, что более или менее объективно не хватает суждений о позднем Тургеневе, но не в плане взаимодействия Тургенева с Европой. Вчера в нескольких докладах упоминалась монография Минераловой и другие работы. Я говорил о серии тетради, которые выходят в Бужевале. Это все нам известно, это огромный массив материала, и он важен. Но мне кажется, что, как это часто бывает с русскими классиками, нуждаются в экспликации, в прояснении, в осознании литературной репутации автора. Я имею в виду не бытовой смысл этого слова, не какие-нибудь там, понятное дело, разговоры и пересуды, а я имею в виду вполне ясный термин литературовический, который был предложен Иваном Никоновичем Розановым, не только им. И мне кажется, что во многом благодаря советским десятилетиям, которые не то чтобы что-то исказили в Тургеневе в его образе, не так это все было остро и радикально, как в случае с Некрасовым, например, образ которого очень был преобразован, не скажу искажом, но односторонне модифицирован в советское время. Но все-таки это недоговаривание всего, что нужно договорить, в советское время существовало. И по инерции во многом это, как мне кажется, может быть, я не прав, по инерции это происходит и сейчас. У нас очень много докладов о поэтике Тургенева, и это необыкновенно важно, о принципах усадебного романа, о поэтике его романа, о поэтике разных его произведений в разных жанрах. Но не хватает понимания, на мой взгляд, скромной, того, что после 1862 года положение Тургенева в русской критике, в русской общественной мысли кардинально изменилось, простите за банальность, это более или менее известно. Ну, то есть, как бы, вот, у нас в головах все тот же классик, который с 1956 по 1962 год за пять с небольшим лет печатает четыре романа, в разной степени успешных, но в основном абсолютно успешных. Вообще-то говоря, если вот эту нынче немодную или не очень очевидную сферу литератроведения до развития, до сказать то, что требуется, до сказать, я имею в виду, ну, так называемую историю общественной мысли, то, что называлось таким словосочетанием еще в начале 20-го столетия, в то советское время, ну, и в советское время тоже, я не говорю о марксизме, не об этом речь, но все-таки вот эта ясная связь Тургенева с разными общественными силами в 60-е и 70-е годы в России, она не договорена. Ну, то есть, это человек, который может быть интерпретирован и как классик живой, наезжающий иногда в Россию, имеющий здесь триумфальные какие-то обсуждения, да, это все правда, это все было, но вместе с тем это литератор и общественный мыслитель, общественный деятель, который подвергается нападкам с обеих сторон, и со стороны консерваторов, со стороны либералов, никто не доволен. Это не значит, что Тургенев и его масштаб от этого как-то меняется, но вот это факт неизвестности обширнейшего корпуса материалов на протяжении десятилетий, не только советские искажения здесь имеют значение, но и то, что так поздно, только начиная с 60-х, наверное, готов, если я буду корректен, огромный массив переписки и других документов зарубежного периода вводятся в оборот, и, в общем, поэтому-то и затеяно второе собрание сочинений, как мы знаем, после 28-ти домника, 30-ти домника. И вот это позднее появление обширного материала фактического, видимо, привело к тому, что вот эта отрасль Тургенев и ведение остается, ну, как бы в тени. И сам образ человека, мне кажется, не только говоря о литературной репутации его, но и образ его культурного поведения тоже, ну, как бы недосказан, потому что вот это его положение именно на российской культурной арене требует очень-очень больших комментариев, особенно вот в эти сложные 70-е годы, когда, ну, вот как бы прежняя картина, прежняя картина русского романа, русской литературы, ну, как бы совершенно меняется, вы это знаете прекрасно, и может быть даже лучше, чем я. Вот мне бы хотелось, чтобы все-таки в оставшиеся до юбилея небольшие месяцы и годы вот эта сторона в жизни Тургенева была пополнена, и тогда, может быть, перед нами возникнет все-таки немножко другой образ человека, так же, как Некрасов, усилиями Михаила Сергеевича Макеева, и не только, конечно, Макеева, но и сотрудников Музея-Заповедника в Карабихе, но, наконец, стал тем, кем он и был, собственно говоря, до Евгеньева Максимова и до Чуковского. С полным почтением отношусь, конечно, к работам обоих исследователей. Вот я думаю, что этого не хватает, и, может быть, этот разговор позволил бы нам вернуться, замыкаю и заканчиваю к тому, о чем я заводил речь вчера. Может быть, потому-то и Тургенев многим кажется, к сожалению, неактуальным, многим кажется оставшимся в XIX веке абсолютным классиком, не связанным какими-то живыми нитями с нашей ситуацией. Может быть, через эти параллели было бы яснее, что происходит. А что происходит? В 1863 году, начиная с польского бунта, происходит только то, что сейчас, последние три года. Да, это абсолютно та же ситуация. Суперконсервативный русский вестник печатает абсолютно всех, все уходят к Каткову, как мы знаем, печататься почему-то даже те, кто такими взглядами, в общем, не обладает. Ну, а уж полемику либеральных и консервативных публицистов самых разных, мы понимаем, что необходимо обязательно, обязательно учитывать. Место писателя Тургенева в эти годы как раз связано с магистральными направлениями русской мысли, которые сейчас, ну, как бы являются основными, и иногда раскалывают страну, ну, не страну, а, как это сказать, ее граждан, те, кто спорят. И вот все это как будто бы, как будто бы, ну, ходит на второй план. Что кроется за так называемым, цитирую Хибаума, артистизмом Тургенева? Ну, вот, желание увидеть в жизни главное, или желание, может быть, как-то вписаться сразу во все системы отчета, и в такую революционную, и радикальную, если вспомнить Лаврова, и в консервативную. Что за этим? Это абсолютно, по-моему, незаслуженно забытый пласт. Я понимаю, что после засилья вот таких общественных подходов к литературе, вульгарных часто, после засилья книг, подобных книгам Валерия Кирпотина «Наследие Пушкина и коммунизм», ну, вот, на протяжении 30-40 лет мы сосредоточились сильно на поэтике, и это правильно, а последние 20-30 лет вводим в оборот зарубежные документы. Но все-таки я думаю, что без всякого гнева и пристрастия «Синэра и Рэш-студия» нужно постараться к этому вопросу приблизиться, и тогда, может быть, более полный, более многогранный, более трагичный и более, ну, в конце концов, близкий к истине облик Тургенева возникнет. Еще раз скажу, что не призываю к каким-нибудь полемическим пересмотрам его репутации, не в этом дело, призываю к научной объективности, и только тогда будет возможно, как бы, сделать шаги на встрече экспозиции в доме на Пречистенке, 37, потому что, правильно Игорь Анатольевич говорит, что там же... Астуженка, что я говорю? Хорошо, что не Метростройская, не Керготинская, слава богу, остается перекреститься только, конечно, конечно. Вот, и на Астуженке, разумеется. Потому что коллеги вместе с нами, мы в этом будем принимать участие, вчера даже вас слегка заинтриговали, коллеги из Государственного музея Пушкина задумали действительно полноценный музей Тургенева, не только сосредоточенный вот на этих годах, которые провел там буквально или наезжая часто, но и на... спровоцированный на все его судьбу. И вот я думаю, что, может быть, к этой задаче стоит подойти на основании научных студий, потому что воспроизводить довольно трудно или нечего, да, вот в эти годы, потому что все-таки Тургенев — это не просто частный человек, который живет там и там, за рубежом, и время от времени публикует в печати какие-то произведения, но человек, связанный с тысячей нитей, именно с Россией, а не только с Европой, что, как ни парадоксально, как ни парадоксально сейчас, как мне кажется, более очевидно. Ну вот, простите за такую, ну, как сказать, странную реплику в странном жанре, да, это, разумеется, не... — Только как реализовать, как? — Ну, это как бы такой призыв, да, я не скрою, что я занимаюсь Тургеневым очень плотно и пристально в последние годы, сам персонально, поэтому для меня это личный интерес, ну, как бы понятно, я преподаю этот период 30 лет, но в последние годы Кончаров и Тургенев вот в центре моих интересов тоже, и поэтому я вот думаю, что, может быть, создать какую-то группу, что-то такое. Никак не в противовес, еще раз скажу, коллегам из Ирли, мы виделись с Анной Глебовной, с Анной Глебовной виделись в Кородецкой, и там прекрасно люди работают, и это абсолютно понятно, никак не в противовес, но, может быть, центрировать ее на музейной проблематике, на музейной, ну, может быть, чтобы это не было альтернативой, потому что... Мы же говорили, что есть альтернативное, альтернативное, музейное и, собственно, академическое освоение наследия Тургенева. Вот, может быть, как раз этот дом на Остоженке, теперь уже я не ошибусь, поставить в центр, потому что это же великая, на самом деле, задача, такая же великая, как наши планы по воссозданию, не воссозданию, а по развитию музея-квартиры Достоевского в Москве, ну, об этом в другой раз. Вот такая история. Ну, и еще раз добро пожаловать в Государственный литературный музей. На всякий случай еще раз повторю, что у нас 17-го числа открывается наша главная выставка года. Кто будет в Москве, коллеги, пожалуйста, приходите. У нас 17 без показ, а в 19... 18-го, по-моему, у нас открытие выставки. Какого? 18-го квартирного. 18-го? 18-го. Вот я, видите, второй раз вру, Остоженку вращаю, Пречистенку, а выставку открываю на день раньше. Но, тем не менее, пожалуйста, приходите к нам, ну, и во все другие наши отделы, в дом Герцена, в дом Лермонтова, в дом Алексея Толстого, в дом Солженицына, в Кисловодске тоже приходите. Спасибо, коллеги. И нам всем удачи. Спасибо.